Диана Шилова 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 Работа мероприятия продлится до 8 ноября включительно. Адель Шамилова, Владислав Михневский, Универниус. 4 ноября на базе КФУ состоялся семинар информационной технологии в образовании и науке. 2017 на нее съехались более 100 участников из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, а также многих регионов России. С 4 по 6 ноября на базе КФУ прошла 6-я международная научно-практическая конференция информационной технологии в образовании и науке. На нее съехались более 100 участников из Белоруссии, Эстонии, Казахстана, а также многих регионов России. Сначала они были отдельные, эти мероприятия проводились, а потом мы поняли, что лучше оптимизировать все. И вот сейчас мы делали как форум, три в одном. Они объединяются общей идеей математического и компьютерного модерирования. Цель научного семинара и сопровождающей его школы состоит в совместном обсуждении фундаментальных проблем современной науки специалистами в области теоретической и математической физики, с одной стороны, и математического и компьютерного моделирования системы компьютерной математики, с другой стороны. Для участия в работе школы были приглашены молодые ученые, аспиранты и студенты старших вузов, курсов математических отделений вузов, специализирующихся в области теоретической и математической физики, прикладной математики. Диана Шилова, Владислав Кихневский, Универ-Ньюс. Российский актер театра и кино Александр Цуркан выступил перед студентами КФУ в формате творческой встречи специальной ко Дню Народного Единства. Артист подготовил особую программу. Чем она запомнится ребятам, расскажет наш корреспондент. День Народного Единства в Казанском федеральном отметили весьма креативно. Этот день запомнится студентам уникальной встречи с известным актером театра и кино. В своем выступлении Александр Цуркан отметил, насколько важен этот праздник для всей страны, пофилософствовал на тему смешения традиций и культур и подчеркнул, как важна общность и дружное сосуществование разных народов и слоев общества в такой огромной стране, как Россия. Для студентов актер исполнил множество любимых и всем известных патриотических песен, декламировал стихи, а в завершение снова перешел к поздравлениям, пожелав в Казани университету мира и согласия. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универньюс. Бумага, пластилин, пенопласт, клей и доски. Из такого набора юные умельцы могут собрать самолет. Да еще такое, чтобы он хорошо летал и выполнял различные трюки. Свои умения не только в аминомоделировании, но и робототехнике продемонстрировали ученики различных школ и лицеев в Казани. 5 ноября в культурно-спортивном комплексе «Алим» состоялась казанская мастериада. Участие приняли ученики различных школ и лицеев в Казани. Юные изобретатели соревновались в авиамоделировании, где демонстрировали свой самолет в полете на дальность, продолжительность, а также пилотаж. Мне нравится строить самолеты, участвовать в соревнованиях. А какая у тебя мечта? Стать пилотом. А ребята, которые умеют программировать своих роботов, соревновались в направлении робототехника. Это робот на базе Ардуино. Ардуино – это микроконтроллер, программируемый с помощью компьютера. Больше всего нравится программировать. Надир и Карим работают в команде вместе. Пока один программирует робота, другой собирает недостающие детали. Это робот для соревнований с умом. Соревнования с умом – это когда роботы сражаются, и там такие правила, когда кто-то вышел с ринга, он проигрывает. Скучать здесь было некогда. Для участников проводились веселые старты, мастер-классы, а также работал авиатренажер. Примерить на себя роль настоящего пилота смог каждый из участников. Управлять самолетом не так уж и легко, как может показаться, но очень интересно. Без подарков не ушел никто. По итогам соревнования каждый получил грамоты и памятные сувениры. Анна Глазунова, Ленардо Влесьяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ прошла первая студенческая педагогическая школа «Старт». В течение двух дней около 500 студентов будущих педагогов стали участниками мастер-классов от лучших учителей республики. О том, как это было, ты увидишь в сюжете Олега Кашина. В Елабужском институте КФУ открылась первая студенческая педагогическая школа «Старт». В течение двух дней около 500 студентов стали участниками мастер-классов. Такая идея погружения в профессию была предложена директором Елабужского института Еленой Мерзон. Мы уже переговорились с представителями Министерства образования и науки нашей республики. И, возможно, обратимся ко многим из вас, уважаемые участники фестиваля. И обязательно, либо в дни осенних коллег, может быть, в какой-то другой день, мы проведем такой фестиваль для будущих учителей с возможностью выбора мастер-класса. В рамках школы было проведено 59 мастер-классов и 6 публичных лекций. Работало 13 образовательных площадок. Кроме этого, на церемонии закрытия состоялось награждение победителей конкурса в области педагогики. Учителя 21 века с нетерпением ждут педагогической практики и начала работы в школах нашей страны. Олег Ашин, Валентина Безбрязова, Денис Сипайлов, Универньюз. После того, как набравший популярность конкурсы красоты для юных МИС стали ежегодным сетязанием на международном уровне, в мире появилась идея проведения подобного смотра красавиц постарше. Проект под названием «Мисс земной шар» по популярности не уступает «Мисс мира». Кто представил Татарстан на этом престижном конкурсе, в этом году расскажет Адель Шмилова. В Албании и Испании состоялся международный конкурс «Мисс земного шара». Выпускница Казанского федерального представила университет и всю республику Татарстан на данном конкурсе. Ощущаю себя здорово, поскольку мне очень нравится общаться с иностранцами, познавать новые культуры. У меня нет проблем в плане языка, поскольку я приглашаю на английского. Вместе с другими конкурсантками Гузель Шахудинову ожидал выход в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях. Кроме того, она продемонстрировала свои умения на конкурсе талантов. Международный конкурс красоты «Мисс земной шар» в очередной раз показал всему миру, что Казанский федеральный является не только кузнецей наук, но и центром притяжения самых талантливых и видных девушек. Адель Шамилова, Универ Ньюз. На этом у меня все новости на сегодня. Не забывай следить за последними новостями от команды Универ Ньюз. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok